После учения осталось определенное количество войск Российской Федерации на южных границах нашей Беларуси. Опять же, чтобы не было инсинуации, во время встречи последней в Москве я лично предложил Путину оставить некоторое количество вооруженных сил Российской Федерации на юге нашей Беларуси. Почему? Мне не стыдно об этом сказать. Мы не были готовы прикрыть южное направление в данной ситуации, поскольку украинские подразделения, военные, не пограничные, выдвинулись к южной границе и начали проводить там маневры. Вы это знаете, как они там, операции по лесу? Мы это видели, мы это видели, но у нас там никогда не было войск, я уже об этом говорил. И поэтому я предложил часть, какую-то небольшую часть оставить там на южных границах, пока мы своими вооруженными силами не заменим их. Так вот, Путин согласился, и подчеркиваю, что он мне сказал, ты прав, надо оставить. Это еще один шанс обезумевшим политикам в Украине сделать соответствующие выводы. Может быть, они поймут, что надо сесть за стол переговоров, предварительно согласовав вопросы и проекты решения, и принять решение о мире. Не должны братские народы воевать. Вот о чем мы договорились. А не то, что мы там готовили какую-то против Украины войну. Еще раз подчеркиваю, для того, чтобы, как он сказал, украинцы, руководство и политики Украины еще раз сделали выводы и почувствовали, поняли, что надо решать за столом переговоры эти вопросы. Сколько времени прошло? Вы разговаривали с министром обороны Украины. Вы ему дважды в таком же ключе передали это все сегодня ночью до операции. Он попросился на разговор. Я говорю, говорите с ним. Вы ему предложили. От меня предложили, что после встречи с президентом Путиным наш президент Беларуси вам рекомендует немедленно связаться с министром обороны, генштабом России, для того, чтобы не началась эта бойня. Позвонил он туда? Не позвонил. Он, зная, что может начаться конфликт, он даже не позвонил Москву. Слушайте, ну были же случаи в истории, когда Хрущев Кеннеди ночью позвонил и прекратили термоядерную войну. А здесь, видите ли, позвонить было трудно, снять трубку. Мерзавец. Мерзавец.